Авиакомпания Якутия Им удалось наконец договориться об изменении условий долларового лизинга. То есть договорились с дофиксированной рублевой цены. Скажите, пожалуйста, как долго шли к этому? Как все начиналось? Начиналось в 2012 году, когда авиакомпания и правительство приняли решение по аренде воздушных судов «Сухой Суперджет-100». В принципе, республика и авиакомпания у нас всегда была пионером в освоении новой техники. И вот в 2012 году мы начинали с «Суперджета». За годы эксплуатации мы полностью освоили летную техническую эксплуатацию этого самолета. Мы подготовили высококвалифицированные экипажи, инструкторы из состава. И наша авиационно-техническая база полностью освоила все виды технического обслуживания на этом самолете. Мы планомерно наращивали производственные показатели на лед. Как бы ничего не предвещало беды, как говорится, наверное. Пока не наступил 2014 год, когда у нас финансовые параметры аренды уже перестали быть экономически целесообразными. И мы именно в 2014 году начали работы по переводу этих самолетов в рубли совместно с нашим собственником. Все эти три года мы постоянно взаимодействовали с различными структурами отраслевыми. В том числе с Министерством промышленности и торговлей Российской Федерации. И вот благодаря кропотливой, действительно очень трудной работе совместно с нашим собственником все-таки нам удалось довезти. Теперь эти самолеты по праву справедливо будут эксплуатироваться в рублевое звание. Платить мы будем за них. Республика стала одним из первых регионов, который начал эксплуатировать Сухой Суперджет-100. Скажите, пожалуйста, за годы как показалось себя именно в обслуживании по безопасности, техническом, эти суда как себя показали? Самые высокие показатели по безопасности полетов. Конечно, это самое основное требование, это приоритет. В целом мы всегда наращивали и налет воздушных судов. Начиная с позапрошлого года мы показываем 30% рост каждый год. То есть в 2015 году у нас производство налета на этих самолетах составляло 5000 часов. В прошлом году мы налетали 6000, в следующем году мы планируем налетать 10, 7 в прошлом, извиняюсь, 10 в следующем мы уже планируем достичь. Ну и соразмерно у нас увеличивался парк этих самолетов. Мы начинали с двух, сейчас довели до пяти самолетов. Поэтому в планах продолжать освоение. А сколько этапов проверок для осуществления безопасного полета проходят эти самолеты? Самолеты проходят проверку каждый день, это перед рейсом, после рейса. Есть периодические формы, это еженедельные, ежемесячные. И они также проходят по количеству наработанных часов и взлетов посадок. То есть этому уделяется, конечно же, самое тщательное внимание. На это никогда никаких скидок не подразумевается. 25% задержек рейсов у нас по республике, к примеру, происходит из-за погодных условий. Но есть процент, который связан как раз с обслуживанием технопарка. Поэтому скажите, пожалуйста, какими самолетами мы сейчас пользуемся по республике? И в чем проблема именно вот этого, пусть небольшого, но процента? Да, к сожалению, вы правы. Большинство задержек происходит именно по метеопричинам в наших непростых географических и климатических условиях эксплуатации у нас в республике. Но если задержки проходят именно по технической причине, это, опять-таки, безопасность полетов, мы не вправе выпускать самолет в рейс и допускать возможности даже малейшего риска ставить под угрозу безопасность полетов. Поэтому самолеты выпускаются только удостоверившись полностью в их исправности, в том, что мы надежно будем уверены в том, что заставим наших пассажиров. Какие самолеты сейчас летают? Вот были раньше у нас Ан-24, да, какие-то еще маленькие вот эти вот самолеты, да? Сейчас мы обновили по республике, именно по районам летают? Какие? Да, мы начали программу обновления региональных самолетов семейством Бомбарде Дэш-8, Кю-300. Это мы начали в 2013 году. Сейчас у нас в парке три самолета Бомбарде, именно 50-местные Кю-300, которые у нас эксплуатируются на территории республики. Наши пассажиры уже, я уверен, по праву оценили комфорт и скорость этих самолетов. Ну, к сожалению, эта мера, наверное, пока временная, потому что отечественный авиапром не может предложить стопроцентный аналог нашему ветерану, можно сказать, самолета Ан-24, который тоже эксплуатируется. Он имеется у нас в парке. Машины довольно возрастные, но они пока полностью выполняют поставленные задачи, и как бы самолеты полностью соответствуют безопасности. Может быть, не так комфортно, как самолеты Бомбарде, но в планах у нас замещение именно на современные канадские самолеты. Мы будем продолжать. В следующем году мы планируем поставку... То есть отечественный парк потихоньку... Ан-24 мы... Да, у нас задача стоит целевая, что Ан-24 мы будем планомерно выводить. Иван Афанасьевич, Вы сказали о том, что, наверное, граждане наши уже оценили. А не ведется никакой мониторинг отзывов тех, кто летает, пользуется услугами авиакомпании, именно новых самолетов или хотят вернуть старые или какие-то предложения? Есть ли мониторинг такого рода? Ведется, ведется. Есть отзывы наших пассажиров, которые уже отдают предпочтение. То есть, если замена происходит типа на самолет Ан-24, допустим, на наших рейсах, там, в Батагай, в Уснеру или со скалах, куда мы выполняем полеты, то уже сразу идут очень негативные отзывы, как бы, почему именно сегодня поставили вот Ан-24, а не Бомбарде. А как в целом реализуется программа по обновлению воздушного парка авиакомпании? В целом у нас целевые. Мы определились с типами воздушных судов. Это по магистральному парку, это самолеты Boeing 737-800, региональные самолеты, межрегиональные, извиняюсь, это Сухой Суперджет-100 и региональные самолеты, это Бомбардейка Ю-300. Вот как раз вот эти три типа, они составляют костяк основной, и именно на них мы будем делать упор, и дальнейшее развитие, и количественное в том числе, предполагается именно вот этим типом воздушных судов. Сколько необходимо времени, грубо говоря, для того, чтобы мы полностью обновили парк авиакомпании? Ну, сейчас мы реализуем программу до 2022 года, поэтому мы планомерно движемся к этой задаче. По магистральному парку и межрегиональному мы полностью заменили, то есть сейчас это только количественный рост. Сейчас у нас вот работа будет нацелена именно на третий класс. Какие планы у авиакомпании на зимний период? Будут ли увеличены какие-то рейсы по направлениям, сокращены, или может быть появятся новые маршруты? Ну, традиционно зимний период, он считается низким сезоном, поэтому новых рейсов мы не предполагаем, мы ничего не сокращаем, мы кое-где увеличиваем частоты, то есть это наши пассажиры могут воспользоваться нашими традиционными рейсами, как в центральную часть России, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, и по Дальнему Востоку, и наши полеты по республике, вот как уже в продолжении темы про обновление парка именно самолетов республиканских, мы расширяем использование самолетов в бомбарде, то есть помимо уже традиционных рейсов, куда самолет летает, это как Батагай, Уснера, Депутатский, Средний Колымск, мы с этого года начинаем летать в Черский, в Чакурдах, то есть жители арктических Улусов тоже смогут воспользоваться именно самолетами. Появится ли в перспективе у авиакомпании совершать реально прямые рейсы по дальним направлениям, ну, к примеру, вот летний период до Анапа, то есть он прямой, но тем не менее он с дозаправкой, появится ли у нас техническая возможность, может быть, приобрести такие самолеты, которые смогут на дальние расстояния летать? Ну, авиакомпания на самом деле располагает, самолеты Boeing 737-800, они имеют дальность полета 5500 километров, здесь вопрос, наверное, немножко в другом, это стыковка, которая делается не для заправки, это часть пассажиров, которые путешествуют, если вы говорите про Анапу, это рейс, который у нас идет через Омск, часть пассажиров у нас остается в Омске, часть пассажиров с Омска подсаживается в Анапу. То есть нет необходимости, да, вот в этих прямых рейсах? Якутска, Анапа? Ну, на самом деле для пассажира здесь дополнительная посадка, это, ну, дополнительно полтора часа. Конечно, наверное, хотелось бы в идеале долетать напрямую, но вот мы делаем, возможно, максимальное сокращение времени стоянки, и, в принципе... Скажите, а вот в авиакомпании решается вопрос о создании склада запасных частей, вот снижение стоимости, может быть, для обслуживания парка и так далее? Да, этот вопрос решается, решается довольно прогрессивно. В этом году мы получили довольно большой склад запасных частей на самолеты «Суперджет» в соответствии с федеральной целевой программой именно поддержки региональных перевозчиков. В Якутск было поставлено две большие партии запасных частей общей стоимостью более 200 миллионов рублей. Это как раз-таки целевая программа для того, чтобы обеспечить авиакомпании, вот как наша, которая эксплуатирует отечественную технику в довольно удаленных территориях от заводов-производителей, для того, чтобы у нас была возможность не ждать поставку запчастей из того же Центра гражданских самолетов «Сухого» в Москве, а иметь у нас все здесь на складах. Так что такие вещи, как тормоза, стекла и все остальные запчасти, которые используются в ежедневной эксплуатации, они у нас на складе, под боком. Это, конечно, значительно влияет на сокращение времени простоя самолетов. И такой вопрос. Известно, что рынок авиауслуг, он высококонкурентный, простите. Какие требования к специалистам в этой связи? С другими компаниями какая конкуренция? Ведь известно, что многие компании сейчас и банкротятся, и так далее. Ну, отрасль, будучи очень коротко, буквально 30 секунд, высокотехнологичной, она подразумевает самые высокие требования, поэтому расслабляться, конечно, никогда не предоставляется возможности. Это постоянные курсы повышения квалификации летного технического состава, это периодические проверки со стороны Росавиации и авиационных надзорных органов. Иван Афанасьевич, я вас благодарю за беседу. Нашим телезрителям я напоминаю о том, что у нас в гостях был директор по флоту авиакомпании Якутия Иван Винокуров. В следующих выпусках мы обязательно поговорим еще больше о интересующих темах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова